Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. В старину на Руси любимым чтением всегда было «Добротолюбие», «Лествица» святого Иоанна Листвичника и другие душеполезные книги. Современные православные христиане, к сожалению, редко берут в руки эти великие книги. А жаль, ведь в них содержатся ответы на вопросы, которые очень часто задают на исповеди. «Батюшка, как не раздражаться? Отче, как бороться с леностью и унынием? Как жить в мире с близкими? Почему мы постоянно возвращаемся к одним и тем же грехам?» Эти и другие вопрошения приходится слышать каждому священнику. На эти вопросы отвечает наука, которая в богословии имеет название «Аскетика». Говорит она о том, что такое страсти и грехи, как с ними бороться, как обрести мир душевный, как стяжать любовь к Богу и ближним. Об этом же рассказывает новая книга священника Павла Гумерова, которая называется «Православная аскетика, изложенная для мирян». Об этой книге далее в нашей программе. Новая книга отца Павла Гумерова призвана помочь православному христианину в его борьбе с греховными страстями и греховными привычками. Опираясь на священное писание, труды святых отцов и свой собственный священнический опыт, автор раскрывает психологические особенности поведения и мышления человека, которому Бог судил жить и спасаться в XXI веке. Слово «аскетика», «аскетизм» произошли от греческого глагола «аскео», что в переводе означает «искусно и старательно перерабатывать, обрабатывать грубые материалы и в этом упражняться». В древней языческой Греции аскетами назывались атлеты, которые проводили время в постоянных тренировках и упражнениях и при этом вели строгий, воздержанный образ жизни. Позже именование «аскет» закрепилось за людьми, подвязающимися в воздержании и стяжании добродетелей. Таким образом, труд христианина по спасению своей души можно сравнить с работой спортсмена, укрепляющего свое тело и волю в постоянных занятиях, или воина, упражняющегося в боевом искусстве, чтобы быть всегда готовым к военным действиям. Как замечает автор, слово «аскетика» чаще всего вызывает ассоциации с древними подвижниками, египетскими пустынниками, монастырями. И вообще, аскетические опыты, борьбу со страстями многие считают делом сугубо монашеским. «Ну а мы, люди немощные, в миру живем, мы уж так как-нибудь, — говорят они. Это, конечно, есть глубокое заблуждение. В ежедневной борьбе, войне со страстями, греховными привычками призван каждый православный христианин без исключения. Об этом говорит нам святой апостол Павел. «Те, которые христовы, то есть христиане, распяли плоть со страстями и похотями». Как солдаты принимают присягу и дают торжественное обещание клятву защищать свое Отечество и сокрушать его врагов, так и каждый христианин, как воин Христов в таинстве крещения, присягает на верность Христу и отрекается от дьявола и всех дел его. Это значит, отрекается от греха. А значит, предстоит бой с этими лютыми врагами нашего спасения, падшими ангелами, страстями и грехами. Бой не на жизнь, а на смерть. Бой трудный и ежедневный, если не ежечасный. Как говорится, покой нам только снится. И поэтому изложение православной аскетики удобнее всего производить на основании учения о восьми человеческих страстях и противоборстве с ними, что и делает автор. Этот скромный труд он составил на основании священного писания, святоотеческой аскетической письменности и собственного небольшого священнического опыта. Учение церкви о страстях и борьбе с ними переложено в книге на современную почву для православных христиан, которым Бог судил жить и спасаться в XXI веке. Также отец Павел взял на себя смелость использовать некоторые знания из багажа практической прикладной психологии, переосмыслив их согласно с учением святых отцов о борьбе со страстями. Ибо и святитель Феофан Затворник приводил в своих сочинениях психологические аналогии и даже призывал составить учебник, в котором можно было совместить христианство и психологию. Психология изучает механизмы человеческого поведения и мышления. Практическая психология помогает человеку справиться со своими дурными наклонностями, победить депрессию, научиться ладить с самим собой и людьми. И психологические знания могут быть весьма полезными в духовном делании. Беда в том, говорит, однако, автор, что психология не является единой научной дисциплиной, такой как физика, математика, химия или биология. Существует множество школ, направлений, которые называют себя психологией. К психологии относятся и психоанализ Фрейда и Юнга, и новомодные течения типа нейролингвистического программирования. Некоторые направления в психологии совершенно неприемлемы для православных христиан, поэтому приходится собирать какие-то знания по крупицам, отделяя зерна от плевел. Перед тем, как начать изучение основных страстей и методов борьбы с ними, отец Павел предлагает задать себе такой вопрос. Для чего мы боремся с нашими грехами и страстями? О настоящей цели христианской жизни говорит преподобный Серафим Саровский. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть цель жизни христианина — стяжание любви к Богу и ближним. Сам Господь говорит только о двух заповедях, на которых зиждется весь закон и пророки. Это «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим». И вторая заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Господь не сказал, что это просто две из десяти, девятнадцати других заповедей, а на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Это самые главные заповеди, исполнение которых является смыслом и целью христианской жизни. А избавление от страстей — это тоже лишь средство, как молитва, богослужение и пост. Если бы это было целью, то мы недалеко бы ушли от буддистов, которые тоже ищут бесстрастия, нирваны. Но человеку невозможно исполнить эти две заповеди, пока над ним господствуют страсти. Человек, подверженный страстям, грехам, любит себя и свою страсть. Разве может человек гордый, тщеславный, любить Бога и ближних, а находящийся в унынии, гневе, служащий сребролюбию? Вопрос риторический. Служение страстями греху не позволяет христианину исполнить самую главную, ключевую заповедь Нового Завета — заповедь о любви. Путь борьбы со страстями нелегок и тернист. Мы часто изнемогаем, падаем, терпим поражение. Иногда даже кажется, что нет больше сил, но снова встаем и начинаем бороться. Потому что путь этот единственный для православного христианина. Невозможно служить Богу и оставаться рабом страстей. Конечно, ни одно серьезное дело не делается легко и быстро. Воссоздаем ли храм, строим ли дом, воспитываем ли ребенка, лечим ли тяжело больного человека, всегда требуются очень большие усилия. Ведь стяжание Небесного Царства невозможно без очищения себя от грехов и страстей. И духовная работа требует не просто приложения усилий, но принуждения, понуждения, преодоления себя. Человек, ведущий борьбу со страстями и побеждающий их, венчается за это от Господа. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова